Приветствую вас. Сразу оговорюсь, что не преследую цель вас обвинять или как-то принижать, указывать вам или учить вас. Такой цели нет. Все, что я скажу, это лишь профессиональное мнение, основанное на получении пользы, то есть, грубо говоря, на эффективности. Соответственно, если вам хочется действительно сделать то, что вы пишете, полюбить себя и свое тело, то я полагаю, что проблем не будет. Если же вы преследуете, ну, какую-то другую цель, возможно, о которой я не знаю, ну, и как и мои коллеги не знают дольше, ну, вот, то, соответственно, ответ вам, безусловно, в этом случае не понравится. Ну, вот. Итак, по форме вашего вопроса я уже могу сказать, что вы задали его без, ну, без, скажем так, четкого желания, без четкой нужды в том, чтобы, ну, например, действительно получить для себя какой-то адекватный объективный результат. Почему? На самом деле, потому что ваш вопрос очень маленький. То есть, здесь совершенно непонятно, как, что у вас происходит, что мешает вам любить себя, что мешает вам ценить себя и так далее. Как давно, из-за чего вы, ну, не любите себя и так далее. Какие у вас мысли по этому поводу, ну, именно вот, по поводу того, да, что вы себя не любите. То есть, понимаете, да, непонятно. Вот непонятно, что именно у вас происходит. И, соответственно, можно, исходя из этого, ставить под сомнение то, что вы действительно хотите, ну, чтобы у вас все было здорово. Это первое. Второе. Второе. Чтобы полюбить себя и свое тело, его нужно принять. И это на самом деле как бы парадоксально не звучало. Это не какая-то демагогия. Хотя очень часто слово «принять» используется, ну, вот в таком ключе. То есть, не совсем понятном. То есть, как принять, что делать, чтобы принять. Что вообще нужно для того, чтобы принять. Вот. То есть, ну, непонятно. Непонятно. Молчи. А вот. Принять – это значит дословно перестать считать, что так не должно быть. Вот если дословно говорить. То есть, вы действуете под внушением, что так, как у вас быть не должно. Так как у вас быть не может, так как у вас быть, ну, вообще нет места быть тому, что у вас есть. И, соответственно, именно поэтому, именно поэтому вы себя и не принимаете. О. Кстати, что вам, ну, например, там, грубо говоря, идет во вред. То, что с вами происходит. Идет вам во вред. То, что происходит там, ну, грубо говоря, с вашим телом. Да, и так далее. Вот. И это на самом деле принципиально здесь. Это принципиально здесь. То есть, если вы считаете, что у вас не должно быть чего-то, то на основании каких аспектов, на основании каких данных вы так считаете? Кто научил вас, благодаря какому опыту вы стали думать, что не имеете права быть той, кто вы есть? На какой образ вы равняетесь? На какой образ вы хотите быть похожей? Значит, какую цель, какое желание через этот образ вы хотите достичь? Если у вас нет целью, например, быть моделью, если у вас нет целью стать королевой красоты и подниматься на подиумы, то, что, на мой взгляд, любой цели можно достичь. Опять же, если вы, если вы, ну, например, даже хотите выходить на подиумы, то это четкая цель. И эта четкая цель, она, в общем-то, вполне достижима. Ну, то есть, если вы хотите этого, то нужно четко понять, что для этого нужно сделать. Ведь дело здесь не в теле, знаете, дело здесь не в теле, а дело здесь именно в том, что за этим стоит. Какие желания, какие цели, какие, какие, какие желания, потребности за этим крови, за тем, что вы не любите свое тело. Понимаете? Вот. Поэтому, соответственно, можно говорить об изменении отношения к тому, что вы сейчас в себе не принимаете. И, соответственно, любовь, это принятие, это принятие именно вот себя и своего тела. То есть, это отсутствие интерпретации чего-либо связанного с вами через контекст негатива. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, если вы сейчас видите негатив в том, что, ну, в том, какое у вас тело, то этот негатив не ваш собственный, а приобретенный. И здесь я полагаю, что у вас, именно в вас, действует запрет на принятие себя. В вас, действует запрет на ощущение счастья от того, что, ну, от того, какая вы есть сейчас на данный момент. И весь нюанс в том, чтобы постараться увидеть, какая степень вот этого самого запрета действует на вас. То есть, как именно действует запрет, насколько он глубокий. Ну, именно, именно в вас, вот, именно внутри вас, насколько глубокий этот запрет. Потому что, потому что именно этот запрет мешает вам быть счастливым. В зависимости от того, насколько глубокий запрет, в зависимости от этого можно будет уже с вами работать. На сегодняшний день я бы хотел, чтобы вы пока что сделали следующее. Я бы хотел, чтобы вы составили список того, что вы не принимаете в себе и аргументировали. Вот я не принимаю в себе, там, вот, то-то, 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 то-то. Почему? Почему я считаю это плохим? Как это идёт в разрез с тем, чего я хочу? Как это идёт в разрез с тем, что для меня важно? Как это связано с тем, что я не могу, например, не могу, чего-то получить, ну, для себя, например, да? Тот же самый момент. Вот. Как это связано именно вот с этим моментом? Как это связано с тем, что я не могу реализовать свои какие-то желания, свои какие-то стремления? Вот. Понимаете? Вот. Это такой момент. Ну, или, грубо говоря, такой список, да? Дальше. Следующая, следующая ситуация. Вам нужно, ага, также, список того, что могут дать эти негативные качества вам. То-есть, какие у них положительные воплощения и почему. То-есть, вот, я чего-то себе не принимаю, почему, какие-то качества, а-а-а, и, как бы, ну, вот эти вот негативные качества, они дают мне какой-то позитив. Да? Как они могут мне помогать в жизни? Какие у них положительные проявления? И на, насколько эти положительные проявления вообще влияют, там, ну, грубо говоря, на меня, да? На мою жизнь? Ну, допустим, 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 я считаю, например, я считаю, что не должна быть, там, например, слишком вспыльчивая. Ну, или просто, я считаю, что я слишком вспыльчивая. Да? Вот. И, соответственно, я не хочу, чтобы моя, ну, чтобы у меня была вспыльчивость. Я не хочу быть вспыльчивой. Я считаю, что вспыльчивостью у меня быть, а-а-а, грубо говоря, ну, не должно. Ну, вот. Хорошо, хорошо. А, у вас не должно быть вспыльчивости, допустим. Но как эта вспыльчивость вам в жизни помогает? Какие хорошие стороны, какие хорошие позиции, какие проявления были у этой вспыльчивости со знаком плюс? Важный этот момент? Конечно, важный. Важный это понимать? Конечно, важно. Важный это видеть? Конечно. Конечно. Все это очень важно. И только если вы для себя увидите это, вы начнете по-другому к себе относиться. Вы начнете по-другому себя воспринимать. И это и станет изменением ваших представлений о себе вообще. Ну, вообще, в частности, это не думаю, не думаю, что это важно. А-а, вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. А-а, на этом все. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успехов. Такując раз в просторах вы найдете 1990 года секретное лайк. ериаловыørынные сни nauseю месте. Подписывайтесь на мой о treaties бес»